На научно-популярной лекции, что представляет собой персонифицированная медицина настоящего и будущего, ученые КФО обсудили современные достижения в молекулярной биологии. Данное мероприятие приурочено к Году науки и технологий. Инициатором данного проекта выступает Координационный совет по делам молодежи в научно-образовательных сферах. Поддержку оказывают Министерство науки и высшего образования, Министерство просвещения Российской Федерации, Российский научный фонд, Национальный исследовательский технологический университет МИСИС и компания «Инконсалт». В лекции Тимура Маджитова, кандидата химических наук, зрители узнали, как искусственный интеллект помогает открывать лекарства и синтезировать молекулы. В последнее время развитие методов искусственного интеллекта позволило человеку достичь высот во множестве практических областей – маркетинги, торговли, сборе и анализе информации. Также она позволяет сейчас разрабатывать новые лекарства, разрабатывать новые интересные молекулы с практически полезными свойствами, находить способы, как можно эти молекулы создавать из доступных нам молекул. До недавнего времени новые вещества и реакции ученые открывали практически в ручном режиме, путем проб, ошибок и мысленных экспериментов. Искусственный интеллект хорош тем, что обучается химическим законам, управляет реакциями между разными классами веществ и даже используется для предсказания новых. Моя задача – показать людям, что искусственный интеллект гораздо шире, чем условно используется в Фейсбуке или для генерации картинок, а можно его использовать для такой, казалось бы, необычной области, как разработка лекарств. В ближайшей перспективе научная группа Тимура Маджитова планирует сделать искусственный интеллект еще умнее. Наработанные казанскими учеными данные будут использованы на практике. Надежда Мещерякова, Фарид Захитоглы, Универньюз.